Ёжикина скрипка Ёжик давно хотел научиться играть на скрипке. «Что ж», — говорил он, — «птицы поют, стрекозы звенят, а я только шипеть умею». И он настрогал сосновых дощечек, высушил их и стал мастерить скрипку. Скрипка вышла лёгонькая, певучая, с весёлым смычком. Закончив работу, ёжик сел на пенёк, прижал к мордочке скрипку и потянул сверху вниз смычок. «Пи-и-и!» — запищала скрипка, и ёжик улыбнулся. «Пи-пи-пи-и!» — вылетело из-под смычка. И ёжик стал придумывать мелодию. Надо придумать такую, — думал он, — чтобы шумела сосна. Падали шишки и дул ветер. Потом, чтобы ветер стих, одна шишка долго-долго качалась, а потом, наконец-то, шлёпнулась. Хлоп! И тут должны запищать комары, и наступит вечер. И он поудобнее уселся на пеньке, покрепче прижал скрипку и взмахнул смычком. «У-у-у!» — загудила скрипка. «Нет!» — подумал ёжик. «Так, пожалуй, гудит пчела». «Тогда пускай это будет полдень». Пускай гудят пчёлы, ярко светит солнышко, и по дорожкам бегают муравьи. И он, улыбаясь, заиграл. «У-у-у!» — получается! — обрадовался ёжик. И целый день до вечера играл полдень. «У-у-у-у!» — неслось по лесу. И посмотреть на ёжика собрались тридцать муравьёв, два кузнечика и один комар. «Вы немножко фальшивите!» — вежливо сказал комар, когда ёжик устал. «Четвёртое «у» надо взять чуть-чуть потоньше. Вот так!» — и он запищал. «Пи-и-и!» — «Нет!» — сказал ёжик. «Вы играете вечер, а у меня полдень. Разве вы не слышите?» Комар отступил на шаг своей тоненькой ножкой, склонил голову на бок и приподнял плечи. «Да-да!» — сказал он. «Прислушайтесь! Полдень! В это время я очень люблю спать в траве!» «А мы!» — сказали два кузнечика. «Мы в полдень работаем в кухне! К нам как раз через полчаса залетит стрекоза и попросит выковать новое крылышко!» «А у нас!» — сказали муравьи. «В полдень обед!» «Поиграйте, пожалуйста, ещё немного! Я очень люблю обедать!» Ёжик прижал скрипку и заводил смычком. «Очень вкусно!» — сказал муравей. «Я каждый вечер буду приходить слушать ваш полдень!» Выпала роса. Ёжик, как настоящий музыкант, поклонился спинькам муравьям, кузнечикам и комару и унёс скрипку в дом, чтобы она не отсырела. Вместо струн на скрипке были натянуты травинки. И засыпая, ёжик думал, как завтра он натянет свежие струны и добьётся всё-таки того, чтобы скрипка шумела сосной, дышала ветром и топотала падающими шишками. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова